Снова, если будем так вот прыгать, мы несколько переходим с темы на тему. Мне это не подходит, так не получается изучение. Вот смотри, я тебе прислал сейчас как бы рату первую часть, вторую версию брошюры. И прислал тебе вторую часть, первую версию свёрстанной брошюры. Смотри, относительно... Давай открой, пожалуйста, тогда первую часть, чтобы мы тоже предмет на это дело говорили. Вот открыл. И прошу листать её, листать, листать, листать. Сейчас скажу, до какой страницы. Но уже во второй половине. Ари, а ты говорил по поводу разрушения Лели? Нет, смотри, пожалуйста, я прошу не прыгать с темы на тему. Понимаешь, я сейчас не делаю. Открой сорок четвёртую страницу. Сорок четвёртую страницу, там, где карта гипербореи. Понимаешь, то, что я перехожу как бы чуть на вспомогательную тему, это не для того, чтобы уйти от темы, и не для того, чтобы как-то так. А для того, чтобы лучше разобрать тему. Ну, например, для того, чтобы изучать географию, нужно знать и принципы создания чертежей. Нужно знать желательно и математику, и письменность, и ещё куча всего. Также и тут, чтобы мы лучше разобрали вопрос о версиях гипербореи, её затопления и так дальше, нужно понимать, а чем же являлась гиперборея. Ну что, ты открыл рисунок 34, страница 44. Вот видишь, это из ведического текста, тоже гипертрофировано, контрастировано изображение карты. Это как? Это я беру, значит, фотографию самой доски, потом я её ещё прорисовываю поверх фотографии, потом увеличаю контраст и так дальше. И так вот получается такая версия. Идём дальше тогда. 47-я страница, рисунок 35. Это славянское янтрическое изображение гипербореи. В углах там подписана точка в круге, это РА, дальше Т, С и знак ДА. Читается как РА, ТА, СВА, ДА. По названию четырёх островов гипербореи, РАЯН, ТАЯН, СВАЯН и ДАЯН. Или по названию РАТАСВАДА, которое было одним из древних названий самой гипербореи. Идём дальше. 49-я страница. Вот это более всего знакомая. Да. Это более всего знакомая карта. Однако, оставляем её и идём дальше. 50-я страница. Вот здесь две версии карты гипербореи. Смотри, на первой версии, на рисунок 36, Меркатор изображает гиперборею в точности, вот в полной точности, передрав её с какого-то древнего источника. Поскольку здесь именно острова, которых сейчас нет, но которые описаны в ведических летописях. Я подозреваю, что это может быть какой-то этап, когда повышался уровень Мирового океана, и мост с гипербореи к Уралу и к Евразии был временно затоплен, поэтому здесь видно, что вместо этого моста ряд островов. Видишь? Да. А возьмём 37-ю карту. Здесь Меркатор уже пообщался с другими картографами. Ему сказали, дебил, ну ты чё вообще творишь? Мы уже, или там наши друзья туда уже плавали. Там вот такие острова, ну чё ты такое как бы нам рисуешь? И он такой, нет, тогда внесу коррективы своего времени. Однако, как бы он и о том, что гиперборея где-то там есть, знал из древних источников, достоверность которых он проверил, и откуда он заимствовал свою картографическую проекцию, которой сейчас весь мир пользуется до сих пор, и так дальше. Однако и на его время, вот он знал, что мореплаватели уже поплыли, и вот что зафиксировали. Видишь, на варианте 37 Бофинова земля и Новая земля, и другие острова, они уже такие, как сейчас. Можно прямо смотреть Шпицберген и другие вот эти острова, и уже всё как сейчас, просто несколько неточностям в общих очертаниях. Однако, уже это современные очертания. А на 36-й карте это древние очертания. А я ещё слышал, что был сдвиг колесов. Нет, это совсем другая тема, давай её сейчас вообще не трогать. Мы должны вернуться в конце кинглистической версии затопления гипербореи, если ты помнишь. Ну давай. Однако, если ты уж тронул, то смотри, видишь Гренландию рядом с Гипербореей. Точно. И видишь, Гренландия с вот этими островами, о которых я говорил ранее, выстраивается даже в некую линию. Ага. В древности, да? В древности. Да, идём дальше, дальше. Сейчас скажу, куда. Ну, пока ты тоже крути, ты будешь видеть другие карты, и тебе, возможно, тоже это станет интересно. Однако, я скажу, до чего крутить. Там, чтобы было понятно, что Меркатор не дебил, есть и памятник Меркатору, и объяснение важности его картографической проекции. То есть, что, по сути дела, если мы уж Геродота называем отцом истории, то и Меркатора можно называть отцом географии. 68-я страница, 65-й рисунок. Открыл? Вот сейчас, вот открыл, Гренландия. А видишь, на карте Абрахама Артелиуса, ой, нет, извиняюсь, Абрахама Артелиуса, у Абрахама Артелиуса другие там карты. В общем, на карте Абрахама Артелиуса вообще гиперборея дана как монолитный континент. Держи это в уме и идём дальше. Крути вниз снова. Доходим до страницы 70, рисунка 67, ну и тех рисунков, которые под ним. Так, а это что у нас такое? 68, 69?